Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. В Башкортостане в 10 раз увеличился срок подачи заявок на получение господдержки для сельхозтоваропроизводителей с трех дней до одного месяца. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Ранее заявления принимались в декабре. Сейчас принято решение сдвинуть сроки и начать приемную кампанию не позднее 1 ноября. Таким образом, власти республики планируют увеличить охват участников и тщательнее подойти к отбору претендентов на получение субсидий из бюджета. Это сделано Российской Федерацией, чтобы все и малые формы, и крупные формы могли податься. То есть это 30 календарных дней. То есть появились деньги, тренировали все документы и 30 дней ждем, пока все заявятся. После этого только начинаем уже оформление. Отмечу, в этом году в бюджете республики на поддержку производителей масличных культур предусмотрели 23 миллиона рублей. Претенденты на субсидии должны соответствовать некоторым критериям. Например, производить не менее 55,5 тысяч тонн соевых бобов, семян рапса или подсолнечника в год. Премьер-министр правительства Андрей Назаров поручил республиканскому Минсельхозу активнее участвовать в федеральных проектах для финансирования агропромышленных предприятий. Гарантийный фонд Башкортостана докапитализирует на 100 миллионов рублей. Таким образом, его объем составит 700 миллионов. Об этом на заседании правительства республики заявил председатель госкомитета по предпринимательству Нияс Фазылов. Это позволит увеличить размер выдаваемого поручительства по одному договору до 50 миллионов рублей, а максимальный размер льготного финансирования до 100 миллионов. Кроме того, на получение данного вида господдержки наряду с малым и средним предпринимательством смогут претендовать и самозанятые. Комиссия за предоставление поручительства составляет от 0,5 до 1,5% для доллара. Максимальный размер предоставления поручительства на одно заемщик составляет 90 миллионов рублей. По состоянию на 1 июля 2021 года размер гарантийного фонда составил 598 миллионов рублей. Действует 251 миллиона поручительства на общую сумму 1 миллиард 900 миллионов рублей. Данная поддержка позволила судей по малым и средним предпринимателям привлечь кредитных средств на сумму 4,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день максимальный размер поручительства по кредитам и займам по одному договору составляет 25 миллионов рублей. На конец первого полугодия размер гарантийного фонда составлял почти 600 миллионов. Напомню, в республике гарантийная поддержка малого и среднего предпринимательства к заемному финансированию осуществляется 14 лет подряд. И в прошлом году в рейтинге центров «Мой бизнес» республика заняла второе место в направлении «Лучшая гарантийная поддержка». Количество поставщиков в агрегаторе торгов малого объема Башкортостана увеличилось с начала года на 36%. К такому выводу пришли аналитики Госкомитета республики по конкурентной политике. Число заказчиков в системе также растет. По итогам второго квартала года их число увеличилось на 6,5%. Положительная динамика прослеживается и в заключенных контрактах – плюс 46%. Экономия от начальной цены контракта увеличилась почти на 4 или 1,5 миллиона рублей. Напомню, агрегатор торгов малого объема – это информационная подсистема, разработанная для поддержки малого и среднего бизнеса и расширения доступа к закупкам малого объема до 600 тысяч рублей для государственных и муниципальных нужд. Средний размер микрозаймов в Башкортостане вырос за год на 10% до 7700 рублей. Именно столько берут жители республики до зарплаты. И данные опубликовал Национальное бюро кредитных историй. По среднему размеру микрозаймов наш регион занимает 25 место. В целом по стране в июне размер займа составляет 8,5 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос почти на 6%. В значительно больших суммах, чем годом ранее, стали нуждаться жители Кемеровской области и Красноярского края. Там средний размер займа до зарплаты вырос на 19,16% соответственно. Напротив, снижение данного показателя произошло в Ставропольском крае и Тюменской области – минус 12,5% соответственно. В Уфе от коронавируса привили 57% населения. Об этом на сегодняшней оперативке в мэрии заявил глава города Сергей Греков. Он также отметил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать еще 27% горожан, которые не имеют противопоказаний. На сегодняшний день в столице республики функционирует 25 пунктов вакцинации плюс 5 мобильных пунктов в садовых товариществах. С начала прививочной кампании между ними уже распределили более 360 тысяч доз вакцин от коронавируса. В муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях процент вакцинации составляет почти 85%. В администрации города – 81,4%. В мубах вакцинировано почти 76%. В крупных предприятиях на сегодняшний день этот показатель составляет 51%. По данным Минздрава Башкортостана, всего в республике имеется запас из более чем 1 миллиона доз вакцин против COVID-19. Первым компонентом привито 873 тысячи человек, полностью завершили вакцинацию 578 тысяч жителей республики. Накануне в регион поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 18 тысяч доз. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК и не переключайтесь.